всем привет и сегодня я решил снять для вас видео о таком необходимом инструменте в работе портного или какой-то швейной фабрики это может быть даже магазин с витриной мы будем сегодня говорить про манекен что такое манекен манекен это точная копия у какой-то усредненной фигуры человека это могут быть разные размеры это могут быть женские манекены это могут быть детские манекены и в данном случае у нас сегодня два мужских манекена один новый и один который у нас имеет историю и давайте я вам расскажу историю этого манекена сегодня итак это манекен настоящий это была компания почему была потому что сегодня она вроде как реанимирована но то что я вижу это уже совсем не то это у нас вольф компания вольф dress forms компания с большой истории начиналась она больше 100 100 лет и насколько я понимаю она свое основание ведет из города нью-йорк и у нас как раз здесь на ножке экземпляр где это написано что это нью-йорк на этой же ножке написано что это за патентованная форма и но это как принято цивилизованных странах все патентуются и этот манекен я привез из нью-йорка те люди которые например были в нью-йорке или живут нью-йорке они могут очень часто эти манекены увидеть что дизайнеры их используют как такое антикварное в витринах выставляют очень часто их там встречал и данный манекен я использовал своей работе не конкретно этот точную копию также вольфовского манекена мы использовали когда я работал в данхеле на 5 авеню и у нас этих манекенов было очень много там ну не меньше пяти-шести это в работе и соответственно были витринные образцы где висели наши готовые изделия клиент приходит видит как это сидит на манекене соответственно можно использовать как витрину этот манекен 54 года и здесь 40 размер 40 размер американские если переводим на наши размеры это 52-54 скорее 52 на этом манекене я очень часто проверяю например какие-то балансы то есть если мне я уже знаю по себе что если я что-то шью примеряю на этот манекен если мне не нравится посадка то значит что-то мы накроили не так то есть настолько этот манекен отработан то есть эта форма для меня это идеальная форма я очень много в инстаграме смотрю своих коллег там китаны брионе а иногда не показывают свои там тезари от алине они иногда показывают свою внутреннюю работу и будь будет смешной для кого-то или непривычно и необычно что в своей работе они как раз используют эти американские манекены до сих пор то есть они пользуются ими в своей работе сегодня брионе китон неважно подглядываете в инстаграме за их работы внутри увидите вольфовский манекен у него его очень легко узнать по определенной бирке здесь уже эту бирку не видно потому что я этот манекен реставрировал он был тут испорчен попал он под ну скажем потоп с крыши был и я его восстанавливал но смотрите вот эта металлическая деталь она здесь оригинальные то есть для чего она нужна когда мы надеваем сюда пиджак свой прикладываем утюг и можем здесь утюжить верхние детали все тоже оригинальные здесь вот это все все здесь оригинальной стопроцентная и мы реставрировали делали точную копию чехла то есть видите да то есть он прилегает очень здесь ну плотно до встречи с такими вот образцами я очень часто слышал что итальянская одежда сидит на мне или вообще у них лекала идеальная красивая ну и так далее да на самом деле после того как я проработал долгое время в нью-йорке как я увидел что мы там пользовались именно такими формами я помню те форме к то формы которые я использовал на швейной фабрике и я скажу так что не итальянские лекала на вас сидят хорошо итальянцы изначально берут дорогие манекены дорогие в сравнении я скажу так что где-то в пять раз дороже какой-то условно говоря советский манекен чем какой-то американский английский эти манекены они собираются собирались вручную то есть я видел видео хотел сегодня найти но не нашел может быть найдем я вставлю сюда и покажу как это собиралось собирались они вручную людьми специальные ножи специальные инструменты грубо говоря как папа карло своего буратино собирал вот точно так же то есть это папье-маше бумага и множество слоев я не знаю сколько здесь слоев технологию я не скажу то есть я в разбираюсь но он бумажный внутри конечно же у него какая-то деревянная форма потому что этот манекен он коллапса был так называется по-английски то есть он может упасть и он не разбивается в отличие например от наших бумажных советских опять скажу манекенов которые пальцем продавил и у вас там дырка конечно сегодня материалы уже используются друг другие и мы расскажем уже покажем на другом примере какие материалы используются сегодня и что еще в этом манекене очень удобно но по крайней мере для меня что очень быстро можно регулировать высоту если у вас работают ателье люди разного роста то они легко могут отжать педаль и манекен для себя отпустить если нужно следующий человек берет в работу поднимает на ту высоту которая ему нужна также если у вас какое-то изделие в виде пальто вы можете всегда поднять чуть выше чтобы у вас низ пальто не гулял по полу до или можно его поднять максимально и удобно будет утюжить не сильно нагибаясь стоя на коленях или что-то такое да то есть в этом плане этот манекен очень удобен сегодня я в продаже вижу манекены с этой педалью и я хочу чтобы эта педаль вас не путала эта педаль уже давным-давно отвалившийся хвост сегодня это уже такой копчик который никакого функционала в себе не несет и сегодня у нас гостях компания royal dress forms и давайте я расскажу почему они здесь и как появился тот манекен который слева от меня идея была такая у меня изначально это была моя идея сделать копию вот этого моего вольфовского манекена и я тогда помню компания royal dress forms я очень хорошо рекламировала я им позвонил и спросил у них могут ли они мне сделать точную копию не сказал что за манекен сказал просто мне нужна точная копия моего манекена то есть мне было тогда это где-то наверное 18-19 год мне было тогда уже мало только одного манекена я хотел использовать условно говоря этот манекен для витрины и хотя бы два мне нужно было для работы ну и один еще для витрины то есть 34 манекена мне было необходимо и я хотел сделать копии но тогда мне объявили такой ценник который меня не устроил и я этот вопрос отложил как это называется в долгий ящик но потом каким-то образом компания вышла сама на меня и предложили мне сделать уже копию манекена они предложили сделать для себя и предложили за мою услугу отблагодарить меня своими манекенами я в принципе не отказал и сегодня мы видим вот вот этот экземпляр и давайте расскажу как это было представители компании приехали к нам в ателье у них был специальный сканер и они сделали сначала насколько я так понимаю сканером отсканировали сделали точную копию 3d модель этого манекена потом я точно не знаю как это технически происходит делается специальная форма и заливается вспененным полиуретаном то есть этот манекен он полиуретановый и он очень мягкий то есть он также как этот экземпляр в принципе можно назвать коллапсу волну так как эта пена она никак не может скажем развалиться до в отличие от бумаги я использую этот манекен в окончательной отделке своих изделий и утюжу паровым утюгом и ничего с ним не происходит это очень хороший такой материал который помогает нам в работе данная модель называется ричард и есть еще модель генри и сейчас я давайте расскажу в чем их такие отличия на первый взгляд до которые самые такие основные ну во первых в этом манекене у нас хлопковый чехол белого цвета потом мы здесь можем видеть основные линии у нас то есть у нас линия груди линия талии и присутствует линия бедра крестообразная ножка на этом манекене с небольшими колесами что можно было его передвигать соответственно манекен генри вы можете увидеть на сайте это темный черный чехол и крестообратная ножка без колес дополнительно к этому манекену у нас есть вот такие вот плечевые накладки которые располагаются вот так вот да я ими честно скажу не пользуюсь но это точная такая копия вот этой вот накладки то есть здесь я люблю этим пользоваться мне нравится но для меня именно вот эта накладка она немножко более выпуклая чем я бы хотел увидеть то есть здесь лучше бы конечно если бы она была чуть более плоская и давайте я расскажу как можно использовать манекен в пошиве нашем примере пиджака после того как вы выполнили отделку вашего пиджака на утюге на колодке какой-то вы можете его надеть на манекен и дополнительно править уже на манекене это уже совсем окончательная отделка можно править на манекене например лацкана можно приложиться застегнув или заколов например я закалываю здесь можно сформовать нашу грудь здесь можно отутюжить если это нужно или необходимо борта дополнительная утюжу свои рукава то есть я вот так вот натягиваю прикладываюсь вот сюда утюг и можно очень хорошо застаивать здесь вот головку рукава верхней части дополнительно если вам по спинке что-то не нравится вы можете утюжить вашу спинку я иногда ее утюжу на весу есть специальные накладки на на руку которые не пропускают пар или не пропускают тепло и вы можете подкладывать с изнаночной стороны и прикладываться прямо на манекене то есть вот таком отвесном виде я например сам выполняю отделку своих изделий как только вы отутюжили все что вам необходимо я это называю таким вот термином что я даю пиджаку отдохнуть то есть я его оставляю на час как минимум чтобы он отвеселся и остыл потому что весь пар должен выйти ткань должна принять форму манекена вот еще один такой аргумент огромный зачем нужен этот манекен то есть мы даем форму окончательно нашему пиджаку и давайте посмотрим как мы это делали бы на его сыне или там внуки и как можно увидеть что это абсолютная точная копия вольфовского манекена то есть мы перевесили нас пиджак и он сидит точно также у меня был неприятный опыт я когда не смог сделать копию показалось она мне дорогой я купил похожие на вольфовский манекен какую-то китайскую скажем честно подделку и когда она пришла вешаю на свой манекен пиджак вешаю на китайский абсолютно две разные прям посадки то есть если бы мы ориентировались на китайский манекен крой был бы абсолютно другой и после того как я весь проинспектировал я сделал такой смешной вывод что скорее всего китайцы долго не думали они брали или взяли женский манекен и ну легко при как бы вычислили что чем у нас мужчина от женщины отличается грубо говоря убрали грудь и получился у них мужской манекен это прям явно было что формы если мы не считаем грудь талия бедра все были женские остальное все как будто бы мужское то есть на фотографии одно по факту пришло совсем другое и так давайте посмотрим как мы бы работали теперь уже на этом манекене он у нас в работе каждый день то есть у нас есть свой уже такой и как я его использую точно также можно здесь те же самые лацкана утюжить единственное мне именно вот в новой модели в этой да единственное не нравится что крутить его здесь немножечко тяжелее то есть он крутится вместе с ножкой вот единственный такой ну такой легкий легкий недостаток для меня лично я сказал про начале про вот эти накладки которые как мне показалось они неудобные мы ими не пользуемся но я смотрю что они здесь очень хорошо все-таки плечо держат и для утюжки они ну честно скажу нужны то есть это я сразу сказал что нет как будто мне там это не нравится но я сейчас вижу что для утюжки именно головки верхней части рукава использовать можно я бы даже сказал нужно то есть я здесь исправляюсь да то есть вот смотрите если я ее здесь убираю она здесь на магните примагничивается если я убираю эту накладку у нас здесь появляется пустота я эту пустоту обычно использую как то есть я натягиваю но и утюжу как есть но если вы не хотите работать так как я значит вы сюда ставите вот эту вот плечевую накладку и она заполняет всю ту форму которая здесь вот мы видим такие вот небольшие пролегания да у нас есть она как раз это все компенсирует я еще раз повторюсь что чуть-чуть я бы сделал ее по площади такой наполненный там на 5 миллиметров буквально это уже так соль сахар по вкусу за что называется еще скажу что так как у нас здесь пена мы можем легко в него вставлять наши булавки рабочие да то есть в отличие например от вольфовского так как это папье-маше булавка не всегда сюда входит как нам хочется еще скажу так что перед тем как они тут накрывали чехлом там есть какая-то такая типа прокладки хлопковой которую мы иногда ставим там в плечевую да то есть такой как ну типа ваты тонкой очень да они как раз это для этого использовали но так как этот манекен был уже 50-х годов хлопковый был чехол иголка этот чехол просто разрывала то есть здесь на этом манекене чехол будет ходить сотню лет то есть ним ничего не будет его просто можно чистить любыми чистящими средствами прям поверх и булавки здесь вкалываются очень легко это такое хорошее преимущество на самом деле потому что иногда у нас размер не соответствует манекену и это ничего страшного мы прям берем и если нужно что-то вот так вот я беру и подкалываю и утюжу как есть то есть я могу формовать свое изделие прямо на этом манекене хотите горячим утюгом хотите утюгом с паром если с паром просто дольше будет он у вас как я сказал отдыхать и застаиваться да мы использовали манекен royal dress forms который я брал с собой в японию для работы во время олимпийских игр мои коллеги операторы попросили у меня этот манекен для того чтобы его выставить на деку который вы можете видеть на фотографии и они смотрели и прицеливались к расположению ведущего в будущих трансляциях олимпийских игр они подготавливали свет они смотрели как это будет выглядеть с галстуком сорочка и в пиджаке то есть ведущие еще на то время насколько я знаю еще не прилетели на олимпиаду и поэтому вместо них использовался данный манекен итак давайте сделаем вывод сколько манекенов нам нужно в работе в нашем ателье смотрите во первых как минимум два три манекена вам нужно иметь в производственном процессе давайте расскажу как это работает я когда шью свои костюмы я например занимаюсь воротником проверить нужно воротник надеваю на манекен проверить нужно рукава опять иду к манекену параллельно кто-то мои коллеги могут например сдавать клиенту какое-то изделие они его утюжат если у вас работает еще какой-то портной то вам нужно 3 уже манекен зависимости от того какое количество у вас портных и сколько вы изделий шьете следующий этап у вас есть шоу-рум и вам нужно хорошо красиво представить ваше изделие это делается на манекенах соответственно зависимости от того насколько большой ваш шоу-рум насколько вы большая компания ну как минимум у вас должно быть два манекена чтобы человек мог увидеть ваши работы то есть два манекена в работе два манекена в шоу-руме это такой необходимый минимум формате ателье когда вы работаете и еще хочу добавить что гуляя по нью-йорку я очень много данных моделей видел в витринах и очень выигрышно смотрятся даже если у вас какие-то недорогие пиджаки у них какая-то неудачная посадка это может быть там какой-то недорогой мтм на этом манекене гарантированно вы можете свои изделия хорошо продать и хорошо хорошо презентовать это точно потому что мне приходит в ремонт очень много разных всевозможных и дорогих изделий среднего сегмента и что-то такое сам совсем ну прям базовая до надеваем на наш манекен практически всегда сидит идеально поэтому я рекомендую вам использовать данные манекены в работе в витрине и у вас будут хорошие продажи и в заключении скажу что заходим на сайт royal dress forms находим тот манекен который вы хотите купить и как я знаю что вы можете заказать в более чем 80 стран для себя доставку поэтому вы можете воспользоваться этой уникальной возможностью и купить себе хороший манекен и предоставлять своим клиентам лучшее качество лучшую посадку подписываемся на наш канал ставим нравится не нравится и комментируйте задавайте вопросы я отвечу на все в комментариях